Хадис 3. Религия есть искреннее отношение. Сообщается, что Тамим Аддари да будет доволен им Аллах сказал. Однажды пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал, религия есть проявление искренности. Мы спросили, по отношению к кому? Он, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, по отношению к Аллаху и к его книге, и к его посланнику, и к правителям мусульман, и ко всем мусульманам вообще. Под словами «религия есть искреннее отношение» подразумевается «насиха», то есть это слово образовано от глагола «насаха» – быть искренним, сердечно относиться, быть здравым. А слова «религия – это искреннее отношение» повторяются только в версии имама Ахмада. Пророк да благословит его Аллах и приветствует повторил эти слова несколько раз, желая подчеркнуть важность сказанного им и направить на верный путь свою общину, чтобы члены ее должным образом усвоили, что исповедание религии в целом со всеми ее внутренними и внешними аспектами сводится к искреннему отношению, проявлять которое в полной мере обязательно в пяти ниже перечисленных случаях. Искреннее отношение к Аллаху подразумевает признание единственности Аллаха и того факта, что Ему присущи такие атрибуты совершенства, подобным которым ни в коей мере не обладает больше никто. Осуществление явного и тайного поклонения Ему, постоянное осуществление себя в качестве раба Аллаха, обращение к Нему с просьбами и стремлении к получению награды Аллаха из страха перед Его наказанием, а также раскаяние и постоянные мольбы о прощении. Все это необходимо в силу того, что, выполняя свои религиозные обязанности, раба Аллаха неизбежно допускает те или иные упущения или же осмеливается совершать нечто запретное. Но благодаря постоянному раскаянию и просьбам о прощении, его недостатки исправляются, а дела и слова становятся совершенными. Искреннее отношение к книге Аллаха. Это выражается в запоминании Корана и размышлении над ним, изучении его слов, постижении его смысла и старании на практике следовать его установлениям самому и приводить к этому других. Искреннее отношение к посланнику Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, выражается в вере в Него, такой любви к Нему, которая превосходит любовь человека к самому себе, богатству и своим детям. Следование ему как в основах религии, так и в ее ответвлениях, предпочтение его слов словам любого иного человека и старании всегда следовать его путем и оказывать всемерную помощь его религии. Искреннее отношение к руководителям мусульман, то есть к их правителям, начиная с верховного правителя и возможных эмиров и шариатских судей, вплоть до любого из обладающих хоть какой-нибудь властью над ним, выражается в признании их власти, подчинении им и побуждении людей к тому же, а также старании по мере сил направлять правителей на путь истины, обращать их внимание на все то, что может принести пользу им самим и другим людям, и побуждать их к исполнению того, что входит в круг их обязанностей. Искреннее отношение ко всем мусульманам вообще. Это заключается в том, чтобы желать им того же, что желаешь и самому себе, и не желать того, чего не желаешь самому себе, добиваясь этого по мере своих возможностей. А тот, кто стремится к чему-либо, будет стараться осуществлять это и доводить до совершенства. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, раскрыл смысл понятия «искреннее отношение» – насыха, пояснив, что смысл этого заключается в вышеупомянутых пяти вещах, которые подразумевают соблюдение прав Аллаха, прав его книги, прав его посланника и прав всех мусульман, независимо от различий в их материальном и социальном положении. Это охватывает собой всю религию в целом, и нет в ней ничего, чего не касались бы эти всеобъемлющие слова. А Аллах знает об этом лучше. Дорогие братья и сестры в исламе, и все наши добрые подписчики, находящиеся в поисках истины. Пусть это обращение застанет вас и ваших близких в состоянии крепкого имана и прекрасного здоровья. Вы, наверное, уже знаете, что в этот период смуты YouTube отключил монетизацию в России. Это серьезный удар по многим каналам, среди которых оказались и некоммерческие каналы, занимающиеся исламским призывом. В их числе оказалась и наша с вами Миссия Дава. Более того, YouTube отключил возможность спонсирования нашего канала на территории России. В связи с этим мы просим наших спонсоров из России поддержать нас и перенести спонсорство на платформу Patreon. Команда Миссия Дава непрестанно работает над созданием и локализацией качественного и полезного контента для мусульман, проживающих не только в России, странах Центральной Азии и Западной Европы, но и наших братьев и сестер в Украине. Мы никоим образом не разделяем нашу умму по национальным признакам. Скорее даже наоборот. Мы всячески способствуем нашему единству, иншаллах. Скромные сборы с рекламой и ваши искренние пожертвования помогали нам покрыть часть расходов на создание качественного полезного видеоконтента. Волей Всевышнего, благодаря всем вам, тысячи людей регулярно получали важные повседневные наставления и достоверную информацию об исламе. С целью сохранить канал, мы в очередной раз обращаемся к вам с предложением поучаствовать в работе Миссии Дава своим пусть небольшим, но многозначительным пожертвованием. Братья и сестры, особенно те из вас, кто регулярно смотрит на нас сейчас за пределами России и Украины, даже небольшая сумма, перечисленная на счет канала, имеет значение в сохранении и укреплении нашей общей работы и нашей общей Миссии Дава. Да поможет нам всем Аллах и вознаградит нас всех своей безграничной милостью. Аминь. Аминь.